Минуло три четверти века с того момента, как в городе над Бугом появился первый милицейский отряд. Это был далекий 1939 год. Время идет, многое изменилось не только в названиях службы, но и в тех функциях, которые выполняют определенные подразделения. Однако задачи и требования, которые предъявляются к стражам порядка, остаются неизменно высокими. Милиционер должен обладать высокими личностными качествами, быть сильным и выносливым, уметь принимать нужные решения в экстремальной ситуации и быстро оказывать необходимую помощь. Неотъемлемая часть работы сотрудников органов внутренних дел над собой – физическая подготовка. Ей в подразделениях уделяется особое внимание. Многочисленные межведомственные соревнования – тому подтверждение. Уникальность Брестского областного управления – преемственность профессиональных традиций, которая позволяет представителям структуры добиваться высоких результатов на правоохранительной передовой. На Брещене традиционно так сложилось, ну и, конечно, это же результат работы Брестской милиции, то, что уровень преступности на Брещене самый низкий в Республике Беларусь. На протяжении последних 10 лет он регулярно сокращается. В текущем году уровень преступности несколько ниже, чем в прошлом году. Раскрываемость преступлений в текущем году, мы подходим уже к завершению года, то же самое, одна из лучших в Республике. Сегодня раскрываемость преступлений составляет 63%. Это по общему, так сказать, показателю, а раскрываемость тяжких, особо тяжких преступлений у нас лучше в Республике составляет 96,1%. Празднование 75-го юбилея началось на площадке перед памятным знаком сотрудникам УВД, погибшим при исполнении служебного долга. В истории всегда есть место подвигу. Сегодня в списке героев, стоявших насмерть, более полутора сотен человек. Тех, кто так и не вернулся домой, отдав свою жизнь за мир и спокойствие граждан Берестещины. В торжественной обстановке заслуженные награды получили наиболее отличившиеся сотрудники управления. Высокая оценка труда милиционеров – хороший повод говорить о том, что стражи порядка со своими обязанностями справляются. А значит, Брещино – безопасный регион. В этом немалая заслуга ветеранов органов внутренних дел, которые передают опыт и знания молодому поколению правоохранителей. Сегодня они с удовольствием вспоминают свои лучшие трудовые годы. Я пришел в милицию в 1981 году. Конечно, это, по-моему, первый день, это было после службы в армии. Я, в принципе, не мечтал быть милиционером, я об этом говорю сегодня, это повторяю. Но, встретив замполита Ленинского отдела города Гродно и поговорив с ним о милиции в целом, ну, я загорелся желанием быть милиционером. И спустя десятилетия, а я отдал служению органов внутренних дел без малого 33 года, конечно, изменилось многое. Меняется время, меняются способы борьбы с преступностью. Новые технологии активно внедряются в жизнь, в том числе и в работу правоохранителей. С наработками в этой сфере гости праздника могли ознакомиться в фойе областного общественно-культурного центра, где продолжилось юбилейное мероприятие. В торжественной обстановке к сотрудникам управления обратился губернатор региона Константин Сумар. В приветственной речи председатель областного исполнительного комитета подчеркнул значимость работы ведомства для общества и государства в целом. Сложная экономическая обстановка, не занятость некоторой части наших граждан, обязывают сотрудников правоохранительных органов прилагать максимальные усилия к наведению порядка, обеспечивать сохранность государственной собственности, создавать условия для безопасного проживания граждан, защищать их права и имущество. И только так, вместе и сообща, обеспечивая безопасные условия для жизни и труда берестейцев, можно будет добиваться высоких показателей в экономике, сельском хозяйстве, промышленности. Во всех тех делах, больших и маленьких, которые наша область достигла и будет еще дальше достигать, конечно же, очень большой труд работников, которые работают в органах внутренних дел нашей области. И здесь невозможно как-то и оценить, и сказать, что вот слишком много. Очень много они сделали, и делали, и сделали для нас, в целом для наших людей, которые проживают в области. Они молодцы, если так сказать. И в этот праздничный день я хотел бы пожелать им одно, чтобы было всегда крепкое здоровье, чтобы было терпение, долго жили. И самое главное, когда будете ходить утром на работу, чтобы обязательно вечно приходили здоровые, невредимые к своей семье. Вот это желание. Сотрудники управления, мужественные хранители нашего благополучия и безопасности, как правило, встречают свой праздник на посту. Однако такие даты – хороший способ сказать им спасибо за тишину и спокойствие ночных улиц, за возможность трудиться, не беспокоить за безопасность своих близких, за добросовестный труд и верное служение профессии. Впереди у подразделения новые победы и новые горизонты. И в этом сомневаться не приходится.